Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в солнечном Витязево. Перелог Приморский, 16, рядышком с Параллеей, но в тишине. Мы сегодня с вами будем смотреть центральный пляж и вилла Аравадос, дорогие друзья, с двумя бассейнами, симпатичной территорией, с абсолютно разными номерами. Что хочется сказать сразу, друзья, уточняйте все на сайте, потому что все номера показать не сможем, но и те, которые мы вам покажем, они абсолютно разные и друг на друга практически не похожи. Приветствую вас на обзоре. Это парковка. Она здесь большая, обширная, по фасаду гостевого дома и туда за угол. Все находится под камерами, машинки ставите, ничего больше не платите. В тень на улице сделана вот такая вот детская игровая зона. Мы уже находимся на территории. Вот так выглядит первый корпус этой виллы, а это второй корпус. С левой стороны у нас расположена зона отдыха. Пляжно-бассейнная, два бассейна, один из них с подогревом и с правой стороны есть такая вот беседка. Территория просто невероятно зеленая. Очень много этому уделено внимания, как вечно зеленым, так и нашим местным туйкам. Есть места, где посидеть, отдохнуть в тенечке, пообщаться. В этой детской зоне ваши дети могут провести время порисовать при участии девушки, которая с ними позанимается, чтобы им было поинтереснее. Также два раза в неделю проводятся полномасштабные детские анимации. Дальше пойдемте в бассейн. Зону посмотрят. Очень много разнообразных нюансов, которые вызывают прям такое привлечение внимания. Как просто зонтики с столиками, так и вот такие вот арочные проходы с большим количеством зелени. Это декоративная печь, она не используется, но мангальная зона здесь есть, дальше я вам ее покажу. То есть вот этот бассейн с детской зоной, он без подогрева, но находится постоянно на солнышке, так что водичка здесь очень теплая. А если вы хотите прям горячей воде купаться, то вот вам, пожалуйста, еще одна зона с бассейном, в которой, как раз и этим можно заниматься. Обратите внимание на архитектуру. Жалко, что не все гостевые дома у нас такие вот с балясеньками, отделанные камушками. Есть душевая зона на улице. Жучков здесь больше, чем достаточно, должно хватить на вас всех. Имеются и зоны, где посидеть в таком исполнении возле бассейна. Мангальная зона. Причем все принадлежности, там уголь, розжиг вы можете приобрести у ребят. Либо купить свои и пользоваться ей абсолютно бесплатно. Также есть возможность заказать здесь шашлык, и вам приготовят шашлычник его, чтобы вас ничего не отвлекало от отдыха. Здесь играет такая легкая музычка. Имеется возможность фут-догов. Можно заказать кофейочек себе, либо какие-то другие напитки. Пиво, соки, воды. Здесь все, в принципе, присутствует. Также есть мороженое, наборы напитков. И вот такие вот зоны для отдыха. Здесь мягкие диванчики кожаные, чтобы из бассейна вышел и ничего не намочил. Очень удобно. Зона смотрится невероятно красиво, друзья. Пишите, как вам. Допустим, свинина, мякоть, корейка, ребра по 100 рублей. Баранина 200, курица 80 или кебаб 160. Рыбка 150, овощи 70 и соус за 50 рублей. Вот такие расценки, которые местами ниже, чем нам поролеют. Так что, ребят, даже выходите куда-то особо не надо. Пришли, отдыхаем, танцуем. Просто посмотрите, друзья, на эту идиллию. Для отдыха ничего круче не придумать. Чтобы вы все посмотрели. Здесь подарочку проходим, друзья. И можно увидеть, что здесь двор на этом не заканчивается. Вот вам еще зоны для отдыха. Здесь вот место в помещении. Мы сейчас к нему вернемся. Ну, а здесь расположена вот такая зона, которая порадует детей, которые любят активный отдых. Вот такой футбол и есть настольный теннис. И вот такая вот зона отдыха. Здесь задором. Даже если вы не хотите слушать бассейн, то здесь вообще какая-то нереальная тишина. Свой собственный дворик. Как я вам говорил, пространство, которое находится на втором корпусе. Здесь можно посидеть, почитать, посмотреть телевизор. То есть, если вдруг погода вам не нравится там или еще что-то, просто посмотрите на это оформление. Ребята, я восторгаюсь гостином дома, потому что у меня давно так ничего не вызывало вау-эффекта. Со двора у нас вход в столовую. Здесь есть еще бильярдная и есть своя сауна. То есть, один пролет, это мы попадаем на первый этаж первого корпуса, один пролет вниз, попадаем в столовую. То есть, можно вообще не выходя из корпуса, попасть в столовую. Бильярдная. Выглядит она вот так вот. То есть, есть место, где посидеть. Большущий стол, фонарики. Ну и все приспособления, которые вам только могут понадобиться для игры. До послуга. Она платная. Также здесь находится сауна, но в данный момент она занята. Показать вам ее не смогу. Ребята, она долго сняли. И как бы надо показывать презентабельное видео. Вот так вот выглядит столовая. Можете увидеть. Очень такое просторное помещение. Много места. Сейчас здесь подготовка к обеду. Поэтому, как бы, мармиты у нас не заполнены. Завтраки включены. То есть, в любом случае, будете сюда приходить для того, чтобы покушать. Также, когда вы возвращаетесь с пляжа, имеется своя ногомойка. С территорией отеля и общими зонами мы ознакомились. Теперь давайте посмотрим на номерной фон. Все, как всегда, начинается с рецепшн. Поднимаемся по небольшой лесенке и попадаем в очень уютное и просторное помещение. Здесь есть зона отдыха, в которой можете разместиться, или ваши дети пока будете заниматься оформлением. Здравствуйте. Будем рады видеть вас в нашем отеле Вилла Равадос. Сейчас мы посмотрим с вами номер 206. Это очень большущий номер двухкомнатной с террасой. Рассчитанный от трех человек. Вот это первая комната, ребят. Здесь места просто нереально много. Наборы посуды, телевизор, стулья, стол. С правой стороны холодильник, место, куда повесить ваши вещи, место для хранения. Имеется сплит-система. Две односпальные кровати, две прикроватные тумбочки. Есть диванчик, который раскладывается. Вот такое панорамное остекление. И заходим в следующую комнату. Здесь у нас двухспальная кровать. Есть вот такой бдуарный столик с тумбочкой. Место для хранения телевизора. Очень интересное освещение. Своя сплит-система. И отсюда у нас выход на террасу. Что из себя представляет терраса? Можете увидеть такой вот набор мебели. Деревца. И вот такой вот вид, ребят, на бассейны. И вы просто обратите внимание, насколько здесь много места. Ничего не сжимается. Наоборот, все такое широкое, просторное и большое. Настоящий такой люкс номер, в котором очень много места. Просто ходишь тут как действительно по большой, даже не квартире, а по большому дому. В этом номере имеется сейф. Это место для хранения. Дополнительные подушки, одеяло. Если чего-то не хватает, как вы понимаете, вам все всегда это по требованию добавят. Вот так вот выглядит место для хранения в первой комнате. Также есть наборы тапочек. Очень интересно, я думаю, посмотреть вам собственный санузел в этом номере. Имеется биде, унитаз, есть раковина, зеркало, фен. Ну, это чтобы для сушки вещей можно было поставить. И душевая кабинка с набором для гидромассажа. Также имеется полотенца, халаты. Халаты причем такие именные. Видите, Равадос подписанная. Чем попшикать, чем вытереть. Наборы мыльно-рыльные принадлежности. Что-то только нет. Как красивая розочка. В общем, смотрится все очень симпатично. Ну, прям отдых действительно, знаете, такой царский. Снять такой номер вы можете за 8000, если будете звонить напрямую по номерам, которые я указал. Это со скидкой и включенным завтраком на троих человек. Друзья, смотрим с вами 203 номер. Этот номер интересен тем, что он имеет как одно, так и двухместное размещение. То есть номер, который с одной кроватью стоит, есть с двумя. На входе у нас место, куда повесить вещи. Есть зеркало, с левой стороны санузел, место для хранения. И заходим в номер. Здесь у нас с двумя кроватями. С одной все заняты. Имеется торшеры, две прикроватные тумбочки, картина спецсистема. С этой стороны у нас стол, имеется телевизор. В столе, конечно же, имеется свой холодильник. В всех номерах сейфы, плечики, дополнительные одеялки. Имеется свой балкон. Балкон в этом номере вот такого формата. Очень удобно, если вы приезжаете отдыхать, допустим, с другими знакомыми, они в одном номере, вы в другом вышли вместе на отдыхе. Обратите обязательно внимание на вид. Сзади меня зелень. Это красота. Санузел в этом номере выглядит вот так. Карапельное, зеркало, фен, набор всех принадлежностей, душевая зона. Очень симпатичная флиточка. Есть унитаз свой, куда повесить полотенчики. И смотрится довольно-таки привлекательно. Размещение здесь стоит 3400 рублей. Как одно, так и двухместное. Также завтраки включены. Вам показать лестницу. Очень удобное, с ограждениями, красивое оформление, подсветки. Свет включается на движение. Смотрим с вами номер 306. Называется Junior Seed. Здесь у нас имеется стол, телевизор. Очень большая площадь у номера. С правой стороны двухспальная кровать, место для хранения. Своя сплит-система. Стол с зеркалом и креслами. И два раскладывающихся кресла. То есть, если вы сюда приедете на отдых, вам будет очень комфортно. То, что в такие пространства, с высокими потолками, вы чувствуете себя более свободно, раскрепощенный. Здесь мы видим у нас панорамное освещение, что тоже очень красиво. Стол имеет свой холодильник. В шкафу имеется сейф, плечики и дополнительное одеяло. Также все нужные вам принадлежности. Также имеется чайная станция. Здесь очень интересного формата санузел. С такими цветами унитаза, раковины, зеркало есть. Имеется фен. А также душевая кабинка. Дополнительное полотенце. И все нужные принадлежности. Санузел тоже очень просторный и большой. Сейчас, если вы приедете отдыхать в этот номер, стоимость будет 4700 рублей на двоих завтрак включен. На этажах имеются гладильные доски с утюгами. И сейчас мы с вами посмотрим номер категории комфорт. Здесь имеются у нас две раздельные кровати. Но этот номер можно также взять с одной двуспальной кроватью. Отличается он большей площадью и наличием дополнительного места. Имеется вот такой вот столик, в котором спрятан холодильник. С зеркалом, стул, место, куда повесить ваши вещи. Также имеется телевизор, сплит, система, картина и торшеры над кроватями. А также прикроватные тумбочки. Место для хранения выглядит вот так вот. Плечики, сейф и дополнительное одеяло. Санузел. Здесь такая вот раковина, зеркало, фен, набор принадлежностей, нужных вам для мытья, душевая зона и унитаз. Также имеется место для полотенцев. Стоимость данного номера 4000 рублей на двоих. Мы с вами посмотрим номер, который называется «Семейный». Он такой на мансардном этаже находится. Здесь имеется три полноценных места. Имеется доп-место, телевизор, есть стол с зеркалом. Также вот такой вот обеденный стол, торшер. И несмотря на то, что это мансардный этаж, то есть я с высоким ростом подхожу прям до конца и потолков не касаюсь. То есть здесь просто такое вот обрамление очень симпатичное с высоким потолком. Есть зеркало, тапочки, место для хранения с сейфами, плечиком и дополнительными одеялами. Также здесь есть холодильник и чайная станция. Санузел в этом номере выглядит вот так вот. Унитаз, место для полотенца, душевая зона. Также раковина, имеется зеркало и фен. Набор мыльных принадлежностей присутствует. Стоимость такого номера с завтраками 5750 на троих. Сейчас мы с вами смотрим номер с кухни двухкомнатный, который выглядит вот так. Здесь кухонная зона, холодильник. Есть микроволновая печь. Также телевизор, такой вот уголок для отдыха очень интересный. Обеденный стол имеется. И здесь две двери. Одна в санузел, одна в другую комнату. На входе также есть место, куда повесить ваши вещи и собственность предсистемы в этой комнате. Борси нужной посуды присутствует. Даже вот такие принадлежности для мытья выглядят очень красиво. Как будто на выставке. Здесь вытяжка для варочной панели. Вот реально, смотрите. Кто-то расставлял специально красивую посуду. И еще здесь. Этот номер не готовили для съемки, потому что в него уже должны были заехать люди. Чуть-чуть задерживаются, и мы его снимаем. То есть, это подготовка именно перед съездом от меня. Смотрим вторую комнату. То есть, изначально вообще этот номер рассчитан на двоих человек. Смотрите, уже включили сплит-систему, чтобы создать комфортную обстановочку. Здесь двуспальная кровать. Имеются две прикроватные тумбочки, торшеры. Очень тоже красивая компоновка подушечек. Есть стол со своим зеркалом и место для хранения. Вот такое наполнение, сейф, плечики и одеялки. Здесь номер тоже очень большой. Как понимаете, здесь имеется возможность дополнительного места. Стоимость такого номера 5800 рублей с завтраками. Могу еще отметить от себя хорошую сумму изоляции, потому что мы путешествуем по номерам и совершенно не слышим никаких других жителей данного отеля. Это тоже большой плюс. Так, друзья, мы сейчас находимся во втором корпусе. И посмотрим с вами номер на троих. Сейчас здесь нет одной кровати. Номера все такой категории заняты. Поэтому могу показать фотографию, как он выглядит. Кровать под замену. Буквально на днях привезут. Здесь вы можете увидеть вот такое вот оформление номера. Цветовые гаммы абсолютно разные. То есть во всех номерах. И есть эти же номера в других исполнениях. Здесь односпальная, двухспальная кровать. Включайте фантазию. Это интересно. Три прикроватные тумбочки. Есть сплит-система. Такой вот столик, телевизор. В столике, как всегда, имеется холодильник. Также набор посуды. И место для хранения выглядит вот так. Есть сейф, плечики, подушки и одеяло. Слева от двери можно повесить ваши вещи. Поставить обувь. Имеется свой собственный санузел. Он здесь просто огромный. Смотрите, раковина, зеркало, фен. Место для полотенцев. И вот такая душевая зона. То есть кабинка. Такой вот дверкой. Все тоже выглядит очень симпатично, чистенько. Никаких посторонних запахов. Также имеется свой балкон. Балкон здесь с выходом на прилегающий территориум. Столик, столик, стульик. Место, где сушить ваши вещи. Такой вот вид на Витязевский лиман. В ту сторону номера, которые заняты сейчас, выходят во двор. Там более широкие балконы. Это все вы можете увидеть на сайте у них. Такой номер на троих будет стоить 5 450 с включенными завтраками. Смотрим 305 номер. Здесь он, как я и говорил, в другом исполнении. Формат примерно такой же, как мы видели сами в предыдущем корпусе. То есть двуспальная кровать. Здесь есть доп-место. Есть стол с зеркалом. Есть вот такой вот стульчик. Место для хранения. И на нем сделаны две вешалочки для верхней одежды. Также имеется такой столик. Здесь расположен холодильник. И набор нужной вам посуды. Имеется свой собственный санузел. Выглядит он вот так. Ух ты какая удобная глубокая раковина. Фен. Набор мыльных принадлежностей. Место, где висят дополнительные полотенца и лежат. И также есть унитаз. И большущая зона душевая. Все принадлежности. Такой удобный столик. Его можно передвинуть по всему номеру. И номер очень просторный. Также есть балкон, который выходит во двор. Здесь стол, стульчики. Место, где посушить ваши вещи. Вид во двор. А также еще один дополнительный стульчик. Стоимость этого номера на двоих 4000 рублей с завтраками. Мы с вами посмотрим 306 номер. Двухкомнатный с двумя балконами. С левой стороны есть место для хранения. Место для размещения ваших вещей. Набора разных принадлежностей. Здесь правой стороны имеется стол. В столе расположен свой собственный холодильник. Набор ПЛ. Чайная станция. И здесь есть дополнительное место в этой комнате. Также симпатично оформлен. Здесь у нас выход на первый балкон. То есть такая угловая комната. И из нее выход санузел. Также есть телевизор. Санузел в этом номере выглядит вот так. Фен, зеркало, раковина тоже глубокая. Набор мыльных принадлежностей. И душевая зона тоже очень большая. Просторный унитаз. И место, где будут лежать, висеть ваше полотенце. Чтоб не запутаться, я вам похожу оба балкона. Стеклопакеты, кстати, очень хорошие. Видите, никакой шум не проникал. Выходим на балкон. Есть два стульчика. И вид на бассейн. Где плескаются, отдыхают наши дорогие отдыхающие. Классно смотрится. Вид сверху. Вот такие бассейнчики и места отдыха. Теперь разглядим вторую комнату. Здесь имеется двухспальная кровать. Торшер, две прикроватные тумбочки. Сплит-система. С этой стороны находится стол с двумя стульчиками. Телевизор. И, как я говорил, выход на еще один балкон. Имеется стол. Место, где посушить вещи. И также вид во двор. Какого разнообразия номеров я не видел еще нигде. То есть на любой вкус можно угодить. Стоимость этого номера на двоих 5300. Сейчас мы посмотрим 301 номер с кухней. Он двухкомнатный. Здесь с левой стороны есть прихожая. То есть место, где разместить, повесить ваши вещи с зеркалом. Также место для хранения. Содержат все плечики, сейф и много отделений. Двуспальная кровать. Две прикроватные тумбочки. Торшеры. Стол с буфиком. С зеркалом. И сплит-система. С этой комнаты выход на балкон. Также имеется телевизор. На балконе расположен стол с двумя стульями. Также имеется место, где посушить ваши вещи. И вид на Витязевский лиман. С правой стороны находится еще одна комната. Здесь есть такая варочная панель. Плита, микроволновка, холодильничек. Расположены нужные вам наборы посуды. В кухонных номерах расположены даже все вот эти принадлежности для мытья посуды. Общих принадлежностей для приготовления и принятия пищи здесь также имеется. Это можете даже не сомневаться. Очень понравилось, как расположена посуда. С левой стороны во второй комнате есть обеденный стол, телевизор, картина. Интересный таршер. Двуспальная кровать, две прикроватные тумбочки. Также имеется свой собственный санузел. Выглядит он вот так. Раковина глубокая. Есть фен, мыльно-рынные принадлежности, зеркало, душевая зона и унитаз. Также место для хранения полотенцев. Стоимость этого номера на троих 7200 рублей. Вот так вот выглядят детские кроватки и еще дворильные доски. Ребят, мы с вами снатрели номера с балконами. Здесь вот в сторону лимана, те, кто живут на первых этажах, у них вот такие вот собственные террасы. То есть место, где посидеть, буквально на земле находится, вместо балконов. Мне кажется, это ощущение гораздо даже круче, чем если у вас свой балкон. Ну, тут, как говорится, каждому свое. Кто-то хочет выше смотреть, а кто-то хочет просто на земле сидеть. Также вот места отдыха здесь присутствуют. На вилле есть возможность снять номер собственным входом. То есть мы вышли на улицу. Здесь у них своя скамеечка рядышком. Вы можете пользоваться территорией бассейна, но ни с кем не пересекаться при попадании в свой номер. Заходим. Номер выглядит вот так вот. Имеется две кровати. Односпальная, двуспальная. Дополнительное место. Место, где разместить ваши вещи. Телевизор, очень высокие-высокие потолки, могу вам сказать. То есть вы по кухне можете видеть, насколько они выше. Кухня примерно стандартная. Есть место для хранения и сплит-система. Также имеется такая барная стойка. Очень удобный, красивый столик. Холодинник, микроволновка. Набор посуды. Все, что вам надо. Водичка бежит. Также имеется свой собственный санузел. Унитаз, раковина, набор всех принадлежностей, зеркало, место для полотенцев и душевая зона. Сейчас такой номер будет стоить 5 750 на троих. Полностью всю цену уточняйте на сайте. А сейчас мы с вами поговорим о всех доп. услугах, которые есть в Вилла Равадос. В номерах есть дополнительные места. Детям до двух лет все бесплатно. Есть детские кроватки, можно предоставить детские колясочки. Все для детей, все есть. Детьми с 3 до 7 лет вместе с завтраком стоимость будет дополнительного места 900 рублей. С 8 лет и старше – 1150. Завтраки все включены в стоимость проживания. Также предлагаем дополнительный обед и ужин. Обед 500 рублей. Человеку ужин 400 рублей. Питание организовано по системе «Шведский стол». Также есть заказное меню в баре, которое работает с 10 до 10 вечера. Размещение с животными возможно массой до 6 килограмм 500 рублей в сутки. Здесь также очень удобно будет размещаться спортивным группам. Так как рядышком находится Лок Витя, спортивный комплекс, то они приезжают сюда. И на сентябрь уже очень много заявок. Так что обращайтесь, так как отель работает круглогодично. Будет удобно. Но сейчас, мои дорогие, мы отправимся до моря. Двагис нам рисует 1,2 километра в 13 минут. Друзья, без вранья, без ничего. Стою на территории до пляжика по улице Мира. Также можно пройти отсюда до параллеи. Параллея близко. Друзья, мы начинаем свое путешествие к морю. Машинку я свою оставляю пока здесь. Сюда пройдем и выйдем на параллеи. Но я буду с эфиром оттуда возвращаться и покажу вам с другой стороны это место, чтобы вас заинтересовать в видео. Пойдем же в эту сторону по улице Мира. Она более выгодный проход, потому что здесь вы потратите меньше денежных средств. Потому что торговых площадей гораздо меньше. И будет веселее прогуливаться. Здесь мы видим лиман. Раньше были такие поверья, что от него воняет. Сейчас лиман полноводный. Я вам это как кайтер заявляю. В нем катаюсь, когда есть возможность. И водичка там сейчас вот такая, ее гораздо больше. Ну и по улице Мира отправляемся с вами на пляж. Чтобы была привязка, вот стоит моя машинка. Поднимаемся чуть-чуть сюда и пошли. Здесь, кстати, с левой стороны есть очень хороший тротуарчик с зелеными зонами. Идешь, кички поют. Смотришь по сторонам, на розы. Есть уют. Молодцы, вот предприниматели, которые возле своих отелей организуют не парковочные места, а именно вот такие вот зоны для прогулок. Смотришь и глаз радует. Хотелось, чтобы все предприниматели возле своих отелей делали вот такую красоту. И тогда это будет лучший курорт вообще на свете. Здесь дальше у нас начинается зона отелей разнообразных по улице Мира. Здесь прям огромное множество. Разнообразные растения. Здесь уже мы слышим звук суеты, отдыха. Потому что сегодня на календаре у нас 14 июня 2023 год. Видите, здесь отдыхают. Ну, очень много, мои дорогие друзья. Я бы смазал бы эту качельку. Сам бы иду уже и прям хочется этим заняться. Вот здесь, видите, смазанное. И сколько людей вообще, ребята. Бей дизел. Кипит столько народу. Никто не ожидал увидеть, что у нас будет уже в это время на отдыхе. На самом деле, как шумновато. Насколько было прикольно вот в отдалении чуть-чуть находиться между нами. Всего лишь там метров 150. Гостевых домов, как я и говорил, здесь большущее множество. Если вы в которых из них отдыхали, пишите ваши отзывы. Будет очень интересно услышать от вас их. Ну, а я надеюсь, что когда-нибудь свою копилку соберу. Абсолютно все отели, которые есть в поселке Витязева. Это будет очень круто. Я их и так же много бил, тебя, бозил. Здесь столовая, кафе, шашлычная. То есть покушать, отдохнуть можно. Допустим, не на территорию отеля. Хотя, честно, два бассейна. Классная зона отдыха. Зачем куда-то идти, ребят? Ну, по крайней мере, это мои такие вопросы к вам. Потому что там только водишься прямо вот с своего номера. Говорится, поел, попил и отдохнул. А здесь куда-то еще выходить. Дошли по улице Мира до пересечения с Южным проспектом. Как видите, все очень близко. Людей много, пешеходные переходы присутствуют. И в левую сторону у нас здесь параллелье. По прямой нам еще чуть-чуть до моря. С левой стороны мимо отелей. С правой стороны возле спортивного комплекса. Это то, о чем я вам говорил, что можно спортивные команды размещать именно в этом месте. И как я рад на самом деле, что наши детки приезжают, отдыхают. У нас в виде зерны в сезоне. Как этого хочется, чтобы было больше. Может быть, еще какой-то комплекс построили. Они приезжают и в первую очередь здесь дышат морским воздухом. Ну, и приносят доход в поселок. То есть, поселок не засыпает на зиму глухо, а продолжает работу. Особенно вот эти вот места. Видите, какие красивые находки. А? В Волгограду. В Волгограду хорошего отдыха. Очень приятно. Красавица, какие с котелями приехали. Люди идут, такие довольны. Смуршко, теплышко. Жду, когда вырастет олейка. Самое интересное, прям на днях снимал. Здесь тоже. Ну, изменения уже видно. Людей точно становится больше. Уже в каждом. На лесике, смотрю, суета. Сидят, кушают что-то. Красота. Капустницы, бабочки летают. От стороны гостевой дом Илиада и при них столовая, друзья. Там можно прийти покушать. Тоже много раз съел. Подписчики оставляют хорошие отзывы. Такие заведения, однозначный лак. И рекомендация для вас, чтобы вы могли где-то остановиться и перекусить. Здесь у нас остановка 23 маршрутки. Должна быть, ребята. И дальше уже идет на пляж Мира чисто пешеходный маршрут. Кстати, можно уйти еще туда дальше, правее на пляже. Ну, каждый, как говорится, выбирает себе свое. Советую, чем дальше от людей, тем чище и красивее море. Ну, и здесь огромный выбор разнообразных продуктов, специи. Выпечки продается. Тут, я думаю, сейчас мы с вами посмотрим по ценникам, что здесь интересное есть. И вкусное. Красивое. Красавица. И вот такая вот выпечка. Ребятки. Такие разнообразные вещи продают. То есть для пляжного отдыха здесь все есть. Стрижечки. Маникюр, педикюр можно сделать, друзья. Ну, и разнообразные напитки. Соки, пиво. В этом чешское по 70 рублей полулитра. Также мужички жарят шашвычки. По пути на пляж работает. Столовая еще одна. В общем, здесь попить, поесть, друзья. За валом все хватит. То есть, как говорится, всего очень-очень-очень много. Также фрукты, овощи. Брасти, а расскажите вам, по чем у вас, что стоит. Огурцы. 100. 150. Дальше. 200. Дальше. 200. Дальше. 210. Яблочки. 100. Черешня. 300. Абрикосы. 108. Нектарины. 210. Персики. Сливы. 300. Плющенный персик. 250. Горох. 200. Клубничка еще давай. Килограмм 208. И вот такой вот стаканчик. Постой, если по-насу 150. Все, спасибо большое. Здесь разнообразные тоже специи, всякие вкусняшки. То есть, всего, чего вам только может пути подадобиться. Если что-то не дадобиться, все равно здесь это есть, ребята. Даже бары разнообразные присутствуют. Ну, а людей сколько. Ух, прям идешь и наслаждаешься. Потому что люди все на отдыхе довольны и счастливы. То есть, с моря, правда, когда идут, почему-то мало улыбаются. Всегда, ребят, смотреть на свои лица, это прям очень важно. Потому что на море вы идете довольны, а с моря как будто там перезагорали. Ну, в общем, выбор большущий, чего только надо. Температура воздуха 27 практически градусов. Даже развлечения уже присутствуют. Тиры разные. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вам отдыхается? Отлично. 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 А откуда? Мы вчера. В Кочеринбурге. В Кочеринбурге. В Кочеринбурге. В Кочеринбурге. Отлично, ребят. Здесь тоже можете увидеть разные вкусняшки. Даже, ребята, барабулю готовы вам пожарить. Пораз встречать подписчиков. Ребят, спасибо всем, кто смотрит. Вы капитальные красавцы. Крупы, овощи красиво оформленные. Разные сладости. То есть, всего, чего только можно. И нельзя, дорогие друзья. Магазин продукты здесь также присутствует. Я вам хочу показать здесь одно место, которое мне рекомендовала еще Валера. Говорит, что самое вкусное кофе там. Надеюсь, что я их не пропущу. Соки, пиво, воды. Вот это выглядит вот так вот. Здесь профессиональная кофемашина. Он сказал, что вкуснее кофе нигде и не пил. То есть, на улице Мира у вас есть такая возможность. Ну, и разнообразные вкусняшки здесь тоже присутствуют. Ценники можете увидеть. Так же девочки делают мороженое. Один шарик 30 рублей здесь. Ну, и напитки разнообразные. Очень популярная тема, где все покупают. Здравствуйте. Как зовут? Анатолий. Анатолий, как отдыхается? Только первый день. Ну, вообще, ощущение радости, улыбка присутствует. Да. И лицо красное. Ну, мы вот в отеле вот здесь пройдем. Все нравится? Пока, да. Привет, скажите нашим. Приезжайте, ребята. Привет всем, ребята. А, да что? Вкусно кормят. Это самое главное. Вот я сегодня не откажусь. Я прям пить хочу. Прям очень сильно. Я не знаю, тебе квас, махета, лимонад. Все, что хочешь наливай. Нет, пива нельзя. Я за рулю. Маминка, груша, квас. Что угодно наливай. Мне все равно. И ценники. Скал чуть-чуть в этом году подорожали. Вы что, эти пробовали здесь уже? Ну, пиво попробовали, да. И как? Давай, бара. Нормально. То есть можно брать. Все. Договорились. Ребята, ваше здоровье. Спасибо вам. Спасибо тебе. Удачи. Также, ребята, здесь заработали. Ух ты. А у них тут популярно все забиты места. Ну, отсюда можно заказать на заказ. Хорошо. Место очень хорошее. Могу советовать. Всегда ем там вкусняшки. В общем, выбор здесь огромный. А можно из номера. Гостиница. Приехали. Заказали вам. Привезли. Никуда не ходить. Тут, как говорится, выбор у каждого свой. Столуга Гурман. Также здесь есть. И что поесть. И много людей кушают с детками. Разные вкусняшки. Кто-то много, кто-то чуть-чуть. Но все работает для вас, друзья. Отзывы, отзывы. Самое важное, отвечайте своим. Будет интересно их услышать от души. Мне, кстати, интересно посмотреть, кто что ест. Суета такая. Очереди. Ценники тоже плюс-минус везде одинаковые. Если сможете, разглядите. Посмотрите. Тут с толпышком. То есть все, в принципе, классно. Также можно сидеть здесь и есть на улице. Все для вашего комфортного отдыха. У меня есть мохито чуть-чуть еще. И мне хватит сил дойти до моря. Здесь для вашего удобства. Через наши дюны уже сделали настилы. По которым вы также можете спокойно прогуливаться. Красота. Тут подкрывались тоже места отдыха. Но что-то еще не до конца. Вот это не работает пока. И много-много людей двигаются на пляж. Я уверен, что ваши дети тоже так же будут лазить по дюнам. Не забывайте их фотографировать. Чтобы на память овставить наши великолепные моменты. Блин, они такие прекрасные здесь. Высоченные. В общем, красота и удовольствие, друзья. На море у нас сегодня морской бриз такой небольшой присутствует. Клочки пены пролетают. Где-то, наверное, пенная вечеринка идет. И наши райские пляжи со своим кварцевым песочком ждут вас в гости. Обязательно приезжайте к нам на отдых. Переодевалки. Попутей здесь много, чтобы вы нигде не стояли в очередях. Единственное, прошу, идете с пляжа, улыбайтесь. Будем очень этому благодарны. С левой стороны здесь есть душ и туалет. Ты с вами дошел посмотреть. Стоимость 30 рублей и 50 рублей. С правой стороны обещают пенную дискотеку в 5 часов вечера. И хочу сказать, что вот сейчас пенка пролетала. Это было отсюда. Здесь работают вот такие вот горочки водяные. Там что-то 250 рублей 15 минут. Стоит чем больше времени, тем дешевле. Соответственно, можете посидеть, посмотреть. С правой стороны работает бар с всякими напитками, вкусняшками. И мы приходим к морю, друзья. Лежаки здесь стоимостью 400 рублей. Отдыхающих на пляже очень много. Загорают себе под зонтиками. Кто-то просто на песочках, кто-то берет лежачки в прокат. В общем, у каждого свой прекрасный отдых. И это главное, что его здесь люди находят. Моречка у нас сегодня волнуется. Есть разнообразные пункты прокатов, сапы. Водичка сегодня, к сожалению, неспокойная. Но люди берут сап, прокат и катаются. Здесь мы тренируемся, кто больше на планочке простоит. Кстати, с этой формы у нас чуть-чуть водоросля, но иду туда дальше. А там вообще чистота и красота, друзья мои. В общем, для отдыха вашего у нас есть все, что надо. Смотрите, ушел чуть дальше. Здесь вообще вот такая береговая линия пустынная. Дальше мы запомним пляж. Вот, видите, находится. Ну, а здесь море просто прелестно. Чудесная береговая линия. Сегодня желтые флаги. При таком волнении купание разрешают. Наша морская красота. Возле берега 25 практически градусов воздух. И мы с вами наблюдаем за морешком. Друзья, все номера указаны напрямую. Очень много интересных, как говорится, возможностей для отдыха у нас в Витязево. Поэтому приезжайте к нам, выбирайте по своему вкусу и наслаждайтесь великолепным отдыхом в городе Ковар-Чанапа. С вами был сегодня Юрий Азаровский, который показал вам очередное место. Чтобы приехать и кайфануть. Температура воды, да ну нафиг. Ну, южный ветер небольшой и почти 25. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Юрий Азаровский, я его подписчица. Спасибо. Я смотрю в его репортажи про Витязево, потому что это мой родной поселок. Море, как вам сегодня? Замечательное море. Тепленькое? Несмотря на то, что водоросли, море прекрасное. Водоросли там, а здесь чисто. А водоросли там, потому что это же море, оно же живое. Живое, да. Как оно может быть без водорослей? Никак. Ну, а на пляжике как вам на этом отдыхается? Народу занятили стало поменьше, все ушли обедать. Утром было негде просто наступить по пляжу. Было столько много народу. Я ведь правильное время выбрал снимать видео, чтобы было по пустыне. Нет, было много народу. Видимо, вчера погода была от того, что плохая. Все соскучились. И сегодня с утра было уже просто негде наступить. А сейчас разберет, разберет. Сейчас пообедают. Стоит приезжать к нам в Витязево на отдых? Машите ручки, как говорите, приезжайте. Приезжайте. Сегодня, кстати, самое теплое море, почти 25 градусов. Ой, что? Вообще шикарно. Барханы такие прекрасные, только в Витязево. Больше нигде нет. Песчаный пляж. Там на Кавказе, но там пляж уже. А здесь площадка больше шикарно. А здесь простой. Согласен. Хороший вам отдых. Спасибо, что глядите. Отдыхаем. Ну, ребятки, всем пока-пока. Под конец, как всегда, немножечко море радости и счастья. Согласен. Согласен.